Всем привет! В этом видео хочу показать и рассказать, как я делаю море. Не просто эпоксидка, пена, волны, хотя этого будет предостаточно, но с берегом, скалами и камнями, которые я буду моделировать сама. Итак, для начала у меня есть вот такой алюминиевый кусок. Почему алюминиевый? Потому что этот материал отлично дружит с эпоксидкой и потому что мне нужно будет этот кусок потом приклеить к стене. Фанеру тоже можно сделать, но этот кусок будет в ванной находиться и от перепада температуры фанеру будет водить, искривлять, ну, много гемора. Металл не нужно грунтовать, специально обрабатывать. Я сразу приступаю к подмалевку. Наношу белый фон, краской для стен и ванн. Если кому-то будет интересно, пришлю фотографию своей любимой, ну, если кто-то не определился еще со своим акрилом. Распределяю валиком. Мне нужно создавать фактуру неровную и пятнами, это будет дно. Заранее выбрала фото примерной работы и вам советую, кстати, найти желаемый вид и срисовывать его. Я не говорю о копировании, а о процессе облегчения работы. Вдохновение, чтобы вы могли к чему-то обратиться и найти ответ, как выглядит скала, которую вам нужно нарисовать. В общем, это очень удобно. Наметила, где будут камни и приступаю к моделированию. Так как эта работа будет висеть на стене, я изначально решила делать плоские камни. Объем буду создавать за счет теней и переходов цветов. Создавать эффект скалы берега можно разными способами. Некоторые мастера для себя уже выбрали удобный вариант. Я вам расскажу о тех вариантах, которые мне нравятся. Я использую объемную пасту, и причем разными валиками, разными кистями и мастихинами наношу и делаю следы, фактуру, чтобы потом, когда буду перекрывать, эти отпечатки проявлялись круче. Итак, два способа моделирования. Видите, у меня пол скалы сделана из объемной пасты, а пол скалы из смеси акрил, ПВА-клей и манка. Можно еще добавлять какую-то другую крупу, если вам хочется более фактурную. Можно купить шпаклевку в строительном магазине. Итак, пока все мои пятна не просохли, именно вот скала, которую я делаю, я на уголочке или на какие-то одни из частей просыпаю ракушки. Вот за ракушку я просто обнимаю каждый раз, когда работаю, свою подписчицу. Она мне бесплатно прислала целый ящик вот такой красоты, неимоверно. И я до сих пор пользуюсь, и до сих пор везде вставляю. Вот сначала просыпаю белую миленькую ракушечку. Их можно купить на Алиэкспресс, я тоже видела, кстати. Или можно самостоятельно пособирать, если вы живете где-то рядом с берегом. Чуть-чуть прихлопываю шпателем, но этого достаточно, она прям в мягкий материал хорошо входит. И не переживайте, отваливаться не будет, потому что дальше увидите, сколько манипуляций с ней будет идти. И просыпаю вот такая, видите, у меня какая-то графитово-серо-терракотовые ракушечки, кругленькие. Если те были остренькие, то это кругленькие. И их тоже просыпаю по одному краю. Опять-таки, потому что я сделала себе визуал, картинки, и там как раз более объемные с одной стороны эффекты скалы. Вот дальнейшие мои прорисовки могут напугать тех людей, которые не рисуют вообще. Но поверьте, у меня нет художественного образования. Я не знаю, как правильно делать подмалевки. Я делаю все интуитивно. Я беру фотографию и вижу какие-то пятна. Здесь более светлые, здесь темные, здесь более бирюзовые, здесь более голубые. Пятна делаю губкой. И губкой тоже будет зависеть, какую вы возьмете. Есть такая мелкозернистая, мелкопористая. И есть более крупная. Я делаю более крупные пятна, соответственно, с более крупными выемками. Где мне нужна растушевка, я делаю губкой. Я делаю визуал найти, то есть та фотография, которая вас зацепит. И не бойтесь. Прорисовываю под скалами тенюшку. Ну, солнце, получается, у меня будет светить слева направо. И видите, такие более серые контуры сделала. И теперь все мои белые пятна зарисовываю черным акрилом. Ну, не прямо кривисто, плотно. Вот видите, где-то я не до самого дна дохожу. Сверху именно оставляя тоже кусочки белого, чтобы просвечивалось. Для чего все это делаю? Для объема. Я создаю объем своим скалам. И скалы у меня будут светлые. Они не будут у меня черные. Дальше смотрите-ка, что я буду делать. Я замешиваю оттенок терракотово-горчичный. И тоже наношу пятнами, не сплошным цветом. То есть сплошной цвет, он в принципе вообще губит весь объем. Вам нужно создавать объем за счет разных переходов цветов. Это тоже по картинке, которую я для себя выбрала. Сейчас замешиваю терракотово-горчичный и где-то рыжее делаю, где-то скалы оставляю чуть больше черные, где-то вообще оставляю прям чисто черные. Каждый слой, естественно, просушиваю. Просушиваю строительным феном. И после этого слоя терракотово-горчичного я приступаю к чисто белой затушевке. То есть я беру ту же губку, но только чистую, не той, которую я наносила, потому что у вас будет грязь и вы все испортите. И наношу белым. Укрываю тоже неплотно. И где-то, видите, я оставляю черные пятнышки, где-то оставляю более глубокие черные тени. И мне очень нравится, как ведут себя ракушки, которые я где-то оставила по камушкам. Поэтому, если вам понравился этот эффект, применяйте. Он очень круто визуально смотрится. Может быть на видео не так, но вживую это прям действительно как будто фактура какого-то природного элемента, природного камня. А теперь самая моя любимая часть – это эпоксидная смола. Я замешивать буду в два слоя. То есть я буду заливать первый слой волны. Не сильно объемистая пена, не сильно ажурная. Я вообще не буду использовать силиконовое масло. Для того, чтобы получить ажурную пену, мне нужны просто такие легкие-легкие волны. Проливаю по всему периметру, не заливая камни. Камни у меня остаются матовыми. Заливаю цвет морской волны. Пигмент я брала у резинар. Морская волна так и называется. И делаю неукрывисто. И вот посмотрите, пятна коричневые. Это проявился алюминий, который я не полностью грунтовала. Я вот как раз и хотела, чтобы под эпоксидной смолой проявились пятна более темные. Чтобы их не прорисовывать. Потому что если вы посмотрите сверху на дно, оно у вас будет разнофактурное. Где-то будут очень темные пятна, где-то будут очень светлые. Я старалась прям максимально повторить, как на фотографии. Укрываю. Все аккуратно выравниваю эпоксидную смолу. Захожу чуть-чуть, наверное, на камни, на скалы, потому что я сейчас буду проливать белым пигментом и растягивать волну. И хочу, чтобы она как будто огибала некоторые скалы. Убираем пузыри, потому что они вам будут мешать в работе. Ну и визуально красиво, когда гладь смотрится без пузырей, естественно. Убираю горелкой, можно и строительным феном. Тут нет рисунка, можно убрать и строительным феном. Это в работах, где есть рисунки, там срезы камня или какие-то моря. Если вы будете убирать пузыри строительным феном, то, конечно, ваш рисунок может поплыть. И не может, а поплывет. Тонким шпателем наношу белый пигмент. Наношу достаточно тонко, мне не хочется жирной пены, мне не хочется жирных ажурных прорисовок. Как я уже говорила, мне хочется более-более легкую. Такое вот, ну, слегка отметено, что это действительно море. Оно такое очень спокойное, оно не бушующее, оно легкое. И пена такая же, без силиконового масла. Если вы хотите более ажурную пену, то можно сверху пшитнуть силиконовой смазкой. И у вас будет такая кружевная, ну, вот прям инстаграмная пена, как на всех постах смоленистов. Самое главное, знаете, всегда себя хвалить. Я очень довольна тем, как получается. Ну, вот просто, это даже мега круче, чем я представляла, что может получиться. Ракушки. Вик, спасибо вам большое, что прислали мне их. Ну, прям круто! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok